Здравствуйте! Мы приветствуем вас на мероприятии Digital Leader. Digital Leader — это нетворкинг-платформа, которая ставит с собой целью объединить бизнес, технологии и главные людей в общую повестку. Сегодня мы приветствуем вас на мероприятии, которые имеют некую предысторию и очень важны для нас по многим причинам. Во-первых, хотелось бы рассказать эту предысторию. Мы собрали удивительных людей, которые сегодня поговорят на тему ситуационных центров, центров управления и мониторинга с разных сторон. Это как технологические компании, которые делают такие решения, как консалтинговые компании, которые понимают, как такие решения должны работать, так и потребители таких решений, которые это используют. Почему мы решили сделать такое мероприятие? Где-то год назад Digital Leader стал площадкой для уникального на российском рынке исследования, в котором было проведено большое изучение с помощью глубинных интервью и опросов аудитории на тему того, как они видят работу центров управления и мониторинга, какими вызовами и проблемами они сталкиваются. Это исследование стало публичным, оно стало достаточно востребовано в средствах массовой информации. Вы можете по этому QR-коду и также ссылки, которые скинут мои коллеги в чат этого мероприятия, ознакомиться с этим исследованием и посмотреть, какие были там выводы сделаны. Но работа над исследованием не остановилась. После этого мы продолжали общение. Компании, которые стали организаторами этого исследования, Крок и Accenture, продолжали диалог на эту тему, искали новые кейсы, подключали партнеров к результатам этого исследования. И сейчас, спустя год, мы собрались на немероприятия. Причем мы собрались в офлайне. Мы находимся в физическом пространстве все вместе, что не может не радовать, но и вещаем вам через камеры. Мы собрались обсудить результаты, обсудить какие-то новые вводные и проговорить их с вами. Поэтому на текущем этапе я хочу поприветствовать всех зрителей и попросить вас написать что-нибудь в чатик. Мои коллеги видят, что вы пишете в чатик, поставьте плюсики, напишите, из какой компании вы. Напишите, может быть, просто какой-то смайлик поставьте. Но если хотите получить какие-то интересные ответы и инсайты, можете сразу указать, что бы вам интересно было услышать в рамках этого разговора. У нас, безусловно, есть повестка и программа, по которой мы пройдем, но вы можете на нее повлиять с помощью своих сообщений. Поэтому пишите, что интересно. Эти вопросы будут читаться, озвучиваться на встрече в какой-то уместный момент. Поэтому будем очень рады вашей вовлеченности. От того, что нас с вами разделяют онлайн-провода, не значит, что мы не можем проявлять в этом эмоции. А мы со своей стороны хотели тоже подготовить для вас некоторые интерактивы. Например, прямо несколько минут назад, 15 минут назад, мы сделали публикацию. И эта публикация с призывом подключиться к этой конференции. Вы можете сделать репост этой публикации, и мы наградим вас ценным мерчом, который регулярно разыгрываем на каждом митапе. Для этого вам нужно просто сделать репост или быть подписанным на одну из наших социальных сетей. Например, facebook.digitalleader.org, где вы можете подключиться тоже по QR-коду, и ссылка будет в чате. Это чат неформального общения в Телеграме, в рамках которого можно задать свой вопрос, узнать о каких-то новых вакансиях и наших последних исследованиях и катонах. Есть официальный канал, все эти ссылки будут в описании. И, конечно, смотреть запись этого и других наших эфиров и мероприятий на YouTube Digital Leader Platform. Подключайтесь, будем очень рады. Каждый из вас может, в общем, повлиять на тот контент, который вы будете видеть. Ну и переходя к этому исследованию, я прямо сейчас передам слово модератору. Впервые Digital Leader выступает не просто организатором, который делает всю программу, а выступает именно площадкой для разговора между другими компаниями. Поэтому я не буду участвовать в этом выпуске как модератор. И передаю слово нашему коллеге Евгению Филатову, управляющему директору компании Accenture России. Евгений не только является, в общем, заслуженным бизнесменом, если так можно сказать. Евгений еще глубоко погружен был в исследование центров управления мониторинга, институционных центров. И, в общем, это, наверное, самый подходящий человек, который может смодерировать такую сложную, но интересную повестку. Евгений, передаю вам слово. Желаю удачи в этом обсуждении. Спасибо, что все пришли и собрались здесь. Большое спасибо. Итак, всем добрый день, коллеги. Сегодня мы обсудим достаточно интересную тему, связанную с ситуационно-аналитическими центрами, центрами управления мониторинга. Что следует из названия, это место, либо, соответственно, некая виртуальная, либо физическая сущность, куда собирается очень много данных по компании. Компания может быть из любой практически индустрии. Там обрабатывается и помогает управлять, собственно, этой компанией, либо, может быть, каким-то госучреждением, давать какую-то аналитику, помогать людям управлять и так далее. Мы не будем углубляться в понимание, что такое ситуационно-аналитический центр сейчас. Вы можете посмотреть из нашей предыдущей дискуссии, из нашего предыдущего обсуждения. Мы как раз об этом много говорили. А здесь мы поговорим скорее о том, а для чего это нужно, кому это нужно, каким образом лучше это внедрять, данную сущность. И, может быть, о перспективах данного понятия и вообще данной сущности в нашей жизни, в жизни организаций, в жизни, соответственно, нашего, в нашей рабочей, ну и на самом деле не только рабочей, но и обычной жизни. Для того, чтобы обсудить эту тему наиболее со всех сторон, скажем так, я представлю тех, кто у нас сейчас присутствует в студии. Это Наталья Зенина, менеджер по работе с партнерами и дистрибьютами Аруба компании Hewlett-Packard Enterprise. Наталья отвечает за экосистему партнеров и дистрибьюторов. Она занимается продвижением продуктов, развитием каналов дистрибьюции. И просто человек, который очень хорошо знает данную тему и может об этом говорить не только с точки зрения, соответственно, компании Hewlett-Packard Enterprise, но и с точки зрения клиентов, дистрибьюторов, партнеров. Наталья обладает колоссальным опытом ВТ, занималась вещами, связанными с оптимизацией бизнес-процессов, с выстраиванием и оптимизацией систем управления и прочими подобными вещами. Отлично. Также с нами Дмитрий Шабанов, руководитель направления мультибинейных систем, эксперт в позиционно-аналитическом центре компании Крок. Дмитрий работал над подобными проектами, и основная его специализация – это, собственно, внедрение институционных центров для различных компаний в российской, скажем так, промышленности, в российских транспортных компаниях и так далее. Собственно, специализируется на аппаратном обеспечении институционных центров и может много об этом рассказать. Также с нами Анисимов Георгий, владелец продукта интеллектуального видеонаблюдения Сибур. Георгий отвечает за разработку, внедрение, нахождение кейсов применения видеоаналитики в рамках нефтехимического производства и сможет рассказать нам со стороны клиента, как же это выглядит, для чего это нужно и куда смотрит, собственно, промышленность для того, чтобы развивать подобные технологии. Также с нами Денис Бахаев, руководитель по развитию направления цифровые решения компании Siemens Digital Industry Software. Денис, на самом деле, я не буду говорить про всех, что все обладают колоссальным опытом, потому что это будет правда, но буду повторяться. Денис занимается развитием бизнеса как раз по облачным решениям Siemens, в части IoT по промышленным решениям, по интернету вещей, по лоукоду разработки приложений для каждого. также имеет огромный практический опыт в части инженерных систем. Кроме того, работал с образовательной сферой России, знает, какая сейчас ситуация, соответственно, в вузах, СУЗах и так далее. И был у истоков компетенции Digital Factory в части компетенции Siemens WorldSkills Russia. Кроме этого, с нами Станислав Новоселов. Станислав активно принимал участие и был одним из авторов, собственно, того исследования, о котором говорилось вначале. Станислав работает в практике облачного инфраструктурного консалтика компании Accenture с основной специализацией как раз Центра управления мониторинга, а также цифровые платформы и все, что с этим связано. И, наконец, последние списки, но не последние по значению. Танцоров Денис, директор по работе с ключевыми заказчиками в горнодобывающей отрасли в России и странах СНГ ДОСО Systems. У Дениса колоссальный опыт, во-первых, именно в горном деле и понимание, как там все это происходит. Имеет огромный опыт еще и по внедрению комплексных производственных информационных систем в металлургическо-энергетических отраслях. И отвечает в ДОСО за развитие бизнеса с горными предприятиями в России и странах СНГ. Итак, коллеги, я, по-моему, затянул слишком с свободной частью. Спасибо большое, что вы здесь собрались. И, соответственно, предлагаю начать наше обсуждение и начать наше обсуждение с такого вопроса. Вот мы здесь представители консалтинга, представители, собственно, вендоров, представители клиентов, соответственно, компаний-потребителей этих услуг. А что вы думаете, вот ситуационно-аналитические центры и ЦУМы, они только для крупного бизнеса или, может быть, они еще и для мелкого-среднего бизнеса? Каким образом можно это применять не только в крупном бизнесе? Денис, расскажите, пожалуйста, вашу точку зрения. Да, спасибо. Надеюсь, слышно. Ну, на самом деле, я бы ответил с одной стороны, да, действительно, для крупного интерпрайс-бизнеса сегмента, если мы говорим о B2B в основном. Но почему? Потому что у них большое количество различной информации, которую необходимо собирать, анализировать, как-то использовать, что в меньшей степени относится к среднему бизнесу. Ну, если оттолкнуться от опыта, когда мы работаем с заказчиками за последние несколько лет, то есть мы видим некий тренд, что и средний бизнес к такому типу решений также присматривается. То есть, с одной стороны, да, в полной мере это, наверное, для крупного бизнеса, но при этом это также сейчас имеет значение и для среднего бизнеса, потому что сейчас появляются новые услуги, использование облачных технологий, что снижает денежную нагрузку для внедрения такого рода решений, то есть нет уже необходимости создавать собственные СОДы или еще что-то. То есть сейчас мы уже, я думаю, сегодня еще обсудим, то есть у нас идет преобразование вообще продажи услуги, то есть создание каких-то центров в сторону всяких моделей, как сервис. Мы, я думаю, потом еще это обсудим сегодня. Вот краткость и так. Очень интересно. А действительно, может быть, это применимо еще и к мелкому бизнесу? Если в какой... Даже я сформулирую по-другому вопрос. Есть ли на данный момент на рынке что-то подобное такое решение, чтобы владелец какой-нибудь небольшой там пекарни с несколькими курьерами мог быстро купить как из коробки, из облака вот это вот решение по ситуационному центру, ну, по крайней мере, центру мониторинга, может быть, и понимать, где там какой курьер, в какой момент он, собственно, вовремя доставляет или что-то подобное. Ну, это как пример просто. Я думаю, что да, сейчас уже есть такие решения, и, скажем так, если говорить глобально, да, то есть в Америке, там, в Европе, они уже повсеместно используются, в России, да, то есть сейчас это тоже уже доступно. То есть сегодня там можно зайти на определенные ресурсы, выбрать услугу, и в кратчайшие сроки, да, что еще важно, что это в кратчайшие сроки можно внедрить прямо в эксплуатацию промышленно. Да, это вот как раз, о чем я говорил, облако там, да, как услуга, и это еще снижает нагрузку на внедрение проекта, да, то есть, соответственно, да, можно. Спасибо большое. Станислав, я хотел бы задать похожий вопрос с вам, вопрос включу, на самом деле, в следующем. Я знаю, что, ну, я работаю в компании Accenture, мы работаем в основном, соответственно, для интерпрайз-клиентов, но при этом мы внедряем решения для интерпрайз-клиентов, которые они в дальнейшем дают уже своим клиентам, а это может быть в том числе, соответственно, там, малый-средний бизнес. Вот ваша точка зрения на данный вопрос. Да, я здесь соглашусь, на самом деле, с Денисом. Я бы сказал следующим образом, что крупный бизнес, он стал таким основным драйвером, и, можно сказать, таким триггером, да, уже по появлению всеми давно известных там таких составляющих, да, наверное, Центр управления мониторинга, как, то есть, комплексные системы мониторинга, там, всем известные уже ситуационные классические центры. Это последнее время, которое вот повсеместно внедрение различных цифровых платформ, платформ с данными, да, то есть, несомненно, самое большое количество данных, оно скапливается и присутствует именно в таких компаниях из крупного бизнеса. Но в том числе и за счет облачных технологий, в том числе и за счет в целом разностороннего, как и Enterprise POD, да, я бы отметил еще и с точки зрения Open Source PO, появления и развития все большего и большего вот комьюнити, и средний, и, может быть, даже и малый бизнес, он находит для себя все больше подходящих инструментов, и не только там на горизонте одного-двух лет внедрения, да, когда компания заходит в большую, длинную, долгую цифровую трансформацию, а для получения какого-то квиквина возможно в течение там одного-двух-трех месяцев, и в том числе, такие, не знаю, гибкие методологии внедрения и проработки продуктов, да, то есть и всеми, всеми любимые, скажем так, да, в последнее время там и proof of concept, и minimal viable product, да, когда мы внедряем что-то маленькое, чтобы вообще понять, опробировать решение, то есть подходит оно организации в целом или нет, и определиться, что идти в эту историю или нет. То есть за счет этого я бы сказал, что все больше представителей и среднего, наверное, да, и малого бизнеса смотрит в сторону, возможно, не внедрения настолько масштабного и крупного центра управления и мониторингом, как на, возможно, каких-то, не знаю, горно-металлургических компаниях, да, но, возможно, каких-то его определенных частей, которые бы принесли именно пользу конкретно для их части бизнеса. Вот я бы, наверное, так сказал. Спасибо, очень интересно. И вот сейчас мы говорили бизнес, да, бизнес крупный, бизнес малый, бизнес средний, но бизнес – это ведь компания, в которой работает много человек, много людей. а кто в компании вообще заинтересован в этом и кто заинтересован и бывает инициатором создания САЦ и ЦУМ, это, может быть, айтишники, которые, ой, новая технология, может быть, это там владелец бизнеса, откуда-то услышал эти слова. Соответственно, Денис Танцоров, извините, два Дениса, я буду иногда с фамилией говорить. Да, Евгений. Ну, на самом деле, хочется сказать, что, когда говоришь слово, вот сказать, что ЦУМ нужен бизнес, инициатор должен бизнесу, ну, как бы, инициатором должен быть бизнес, это как бы не сказать ни о чем. Я хочу привести вот очень простой пример, наверное, из пятилетней моей, так сказать, там, давности жизни компании «Электрик де Франс» и ДФ. Там есть центр управления мониторинга, управлением техобслуживанием и ремонтом. Это 19 станций, 58 блоков, и фактически каждый месяц какой-то из блоков находится в ремонт. И когда я был на атомной станции, там главный инженер станции, который отвечает за ремонт, сказал так, последний день ремонта, это мой первый день подготовки к следующему ремонту. И в связи с этим управлять и мониторить, мы можем не только функции, не только там в общем информацию о том, что там, сколько мы добыли, либо сколько мы произвели, либо какая у нас себестоимость, но и конкретными функциями. И когда мы собираем, и это, безусловно, характерно для большого и среднего бизнеса, информацию по определенным функциям, и понимаем, на каком свете мы находимся, какие у нас есть проблемы в подготовке технологических реконструкций, ремонтов, в обеспеченности сырьем, в обеспеченности тарой, которую надо по отгрузке, в прогнозировании этого, то тогда эти центры управления мониторинга становятся востребованы какими-то вертикальными функциями внутри компаний. И в целом, в принципе, ну вообще тема по-хорошему надо бы приземлять, и приземлять ее на конкретные задачи, которые должен решать бизнес. Если у нас есть такие задачи, по которым мы должны обрабатывать большие массивы информации, то там появляется необходимость в этом центре. Ну, хорошо. В принципе, ответ понятен, но если мы сейчас говорили, соответственно, о ресурсных компаниях и о промышленных компаниях, только ли промышленные и ресурсные компании заинтересованы в том, чтобы строить себе ситуационно-аналитические центры и центры управления мониторинга? То есть наше исследование показывало, что не только, но мне интересно мнение, соответственно, коллеги, ваше, потому что вы можете поделиться каким-то своим наблюдением. Может быть, есть какая-то зависимость от уровня цифровизации компании, уже собирается много данных, либо от критичности бизнеса. Вот в таком-то бизнесе невозможно без центров управления мониторинга, и никак в дальнейшем с ним нельзя жить. Соответственно, Денис, может быть, продолжите просто? Ну, смотрите, я, может быть, теперь расскажу историю из другой жизни, из жизни моей старшей дочери, которая работает, например, в стильных кухнях. У них есть определенное количество салонов, у них есть производство, у них есть внутренняя система, да, внутренние телефонные чаты, по которым они собирают постоянную информацию о том, какие заказы есть, куда уходят, куда приходят. Но если это все централизовывать, а это у нас производственная, сбытовая компания, и, соответственно, такие же центры управления мониторинга своей производственной деятельности могут быть в этих сегментах, то это приносило бы свой ощутимый эффект, во-первых, с точки зрения загруженности производства, с точки зрения понимать, какая торговая точка на самом деле, как отрабатывает, и как ее локация, относительно новых строек или еще что-то влияет на работу, насколько они эффективны работают с точки зрения отработки клиентов, а известно, что торговые сети, например, очень четко следят за процентом конверсии входящих посетителей, переходящих в покупателей. Для них очень важно понимать, что определенный процент из пришедших среди нас купить что-то, должен это купить, и им это надо, информацию в онлайновом режиме, все время собирать, обрабатывать для того, чтобы делать корректирующее воздействие на свой бизнес, на своих сотрудников, чтобы достигать необходимых результатов. Поэтому, безусловно, не только сырьевая промышленность, но и сфера услуг, производства, обработка может иметь потребность в таких центрах. На самом деле, вот этот пример прям отозвался. Я тут уже месяц ожидаю, соответственно, до доставки мелких комплектов для кровати, которые я заказал, вот это, в одной из крупных сетей магазинов. Не буду называть ее, чтобы не делать для нее дополнительную рекламу. Дмитрий, может быть, вы расскажете, как вы могли бы там внедрить подобную штуку в сети магазинов, чтобы мне все-таки с уже пятой попытки довезли какие-то шпульки, вот, или может быть, еще в каких-то других отраслях? Слушайте, ну вот я там больше сфокусирован все-таки на аппаратном оснащении таких крупных сет-центров. Хотел как раз рассказать про больше промышленности, энергетику какую-то, но вот Денис начал рассказывать и понял, что стоит его дополнить. Действительно, здесь такая мысль, что, похоже, чем сложнее становятся процессы, чем сложнее становится, не знаю, там какой-то объект инфраструктуры, тем у них появляется больше запрос на центр управления или какой-то ситуационно-аналитический центр. Так, например, вот у меня сейчас вспомнилось почему-то не компания там торговли, а спортивные объекты, например, вот то, что строилось к чемпионату мира по футболу, там почти каждый стадион это там сложный инфраструктурный объект, на котором, кстати, многие не задумываются, но тоже существует своего рода центр управления. Это как центр безопасности и центр управления самим стадионом. То есть, кажется, вот есть такая какая-то зависимость. Да, интересно. Наталья, может быть, вы добавите что-то? А то вот мы сидим рядом, да, я к вам не обращаюсь. Я на самом деле хотела бы дополнить по поводу малого бизнеса и среднего. То есть, я считаю, что подобный сервис может быть использованный в малом бизнесе и в среднем бизнесе. Для этого есть такая модель работы, как as a service, да, и не обязательно бизнес должен владеть этим сервисом, да, они могут просто закупать какие-то исследования или какой-то, соответственно, онлайн-мониторинг, да, то есть, в режиме текущего времени. Относительно ритейла, я могу сказать, что, ну, не только, наверное, логистика, которая тоже, в принципе, важна, но и эмуляция поведения покупателей, например, да, если мы говорим о торговых центрах или о больших помещениях, да, то есть, это тоже важно, да, потому что, ну, там, где мы размещаем соответствующие товары или наши условно продукты, да, это как бы влияет, в том числе, на спрос, на покупательскую способность, вот, какие-то сопутствующие товары, то есть, все это тоже может быть использовано как, ну, как бы один из вариантов использования данного сервиса. Но, что тоже важно, да, это как бы готовность в принципе самой инфраструктуры компании к внедрению или к использованию подобных сервисов, потому что, ну, если мы передаем, например, свои данные, да, для последующей обработки, они должны быть защищены. Опять же, если мы принимаем какие-то данные, да, опять же, то есть канал передачи данных и сетевая инфраструктура, они должны быть готовы к передаче этих данных, к приему, к обработке этих данных, потому что, ну, понятно, как бы, да, обработка данных сейчас происходит, ну, устройств вокруг. У нас большое количество мобильных устройств, и это тоже все является частью всей этой инфраструктуры. Поэтому безопасность, безусловно, важна, и готовность инфраструктуры, на базе которой мы все это строим, она тоже важна. А вот вы упомянули модель as a service и прочее. Она применима? Или, может быть, есть какая-то в этих отраслях применима, либо еще куда-то? Мне кажется, модель as a service сейчас... Лучше говорить микрофон. Да, мне кажется, что модель as a service сейчас применима практически везде. У нас даже сеть бывает, как as a service. Уж центры мониторинга и управления, ну, как бы сам Бог велел. Ну, может быть, тогда инфраструктура и не нужна? Мне кажется, да. Но мне кажется, что свои центры мониторинга и управления могут себе позволить только очень большие заказчики. И поэтому большинство заказчиков все-таки будет использовать модель as a service. Станислав? Да, я хотел бы продолжить мысль. Вот с точки зрения сети мне очень понравился пример, да, и вот до этого мне почему-то вспомнился там один пример из реальных заказчиков. Это, ну, собственно, большой банк, да. У банка есть огромное количество, там, миллионы клиентов, да, то есть там все мы, у нас у всех есть, да и не одна, а несколько карточек. И мы всегда ожидаем того, что мы зайдем в мобильное приложение, оно у нас будет всегда доступно. Мы сможем сделать за те, там, 5-10 секунд, которые мы привыкли, все необходимые действия, там, по переводу кому-то денег, по какой-то дополнительной, там, покупке. Также мы все привыкли прийти просто в любой магазин и через посттерминал оплатить, не знаю, либо бесконтактной оплатой, да, либо, например, своей карточкой, там, через NFC. Вот здесь переходим к вопросу банков, да, когда у них десятки миллионов клиентов. Мне кажется, что для них, вот, центр управления мониторингом, это просто бизнес-критичная сущность, которая должна работать, там, 24 на 7 с четко выверенными процессами, то есть пирамидами эскалации, матрицами коммуникации, потому что не только сам банк, ну, и на комиссиях, и имиджевые потери какие-то понесет, да, все вот его клиенты в случае сетевой недоступности, например, посттерминала не смогли подключиться, да, у нас сейчас там большое количество онлайн-касс, и вам могут сказать, ну, извините, прямо сейчас не можем принять платеж, да, или же, что еще там более важно, там, не знаю, какой-нибудь какой-нибудь пользовательский опыт, да, вот наш, ну, мы не смогли оплатить в магазине, это еще одно, а когда проходят какие-то просто там многомиллиардные переводы, которые зависят, например, от которых зависит, не знаю, либо поставка каких-нибудь для государственных учреждений или там для регионов или для чего-то, какого-то оснащения, да, и сорванный платеж на несколько часов может повлиять там значительно, например, там на несколько дней поставки. То есть, мне кажется, это уже еще более критичный момент. Вот поэтому мне кажется, что вот мы сейчас привели очень много различных хороших примеров из абсолютно разных отраслей, которые местами кажется, что друг с другом никак не соприкасаются, но фактически везде есть много данных, везде есть необходимость контролировать работоспособность, доступность. Вот в ответе прозвучала идея о снижении потерь. Вот, коллеги, как вы думаете, на самом деле, я для зрителей поясню, у нас просто была небольшая дискуссия перед, соответственно, данным мероприятием, мы стояли на кухне, обсуждали, и коллеги приводили очень интересные примеры выгоды от ситуационно-аналитического центра, которые заключались не только и не столько в снижении потерь, либо каким-то образом, по-другому оценивались выгоды от этого. Соответственно, коллеги, кто хотел бы уже на зрителя рассказать вот эту идею про какие-то выгоды от ситуационно-аналитического центра? Давайте я расскажу. Я так слегка подставил, да? У нас в Сибуре, внедряя абсолютно любой проект, перед этим мы ищем эффекты, которые бы мы получили от внедрения его. И если мы считаем, хотя нам может вначале казаться, что это классное дело, но мы считаем и не видим их, наши проекты могут на самом корню закрыться. И я, в частности, занимаюсь видеоаналитикой, внедряя абсолютно каждый проект, когда мы думаем, что здесь мы включим интеллектуальное видеонаблюдение, и машина будет обнаружать за человека какое-то отклонение, ему больше не придется смотреть своими глазами. Мы должны исследовать и посчитать, сколько денег мы в компании потеряли на том, что человек недосмотрел, и теперь мы эту проблему решим. И мой вопрос в том, что мы каждый раз сталкиваемся с этой проблемой поиска эффектов и методологии расчета. И мы хотели бы спросить вас, открытый вопрос, какие вы видите эффекты и, самое главное, методологию их расчетов. Мы сейчас используем, например, вот как вы уже сказали, сокращение каких-то потерь, которые мы имеем, дополнительную выработку и рискориентированный подход. То есть, если бы мы это не сделали, мы бы вот столько потеряли денег. Открытый вопрос, какие еще методологии вы знаете и используете? Коллеги, готов кто-то ответить на этот вопрос. Ну, смотрите, опять-таки, с моей точки зрения, может быть, я буду неправ. Первая вещь. Если говорить о промышленности, то у нас фактически вся промышленность является потенциально опасным объектом. Соответственно, это как бы вот один тезис. Другой тезис. Значит, фактически вся промышленность достаточно активно в последнее время, ну, там, в последние десятилетия занималась автоматизацией своей деятельности, ну, а проще еще как это, совсем на жаргоне, а с утопечиванием, да? И у нас сейчас есть очень большое количество информации о том, как мы работаем, которую, по большому счету, мы не используем. Более того, мы не используем с точки зрения безопасности, мы не используем с точки зрения прогнозируемости и планируемости нашего производства. Почему? Потому что, безусловно, в текущий момент что-то снизить, оно, безусловно, так сказать, дает краткосрочный эффект. Если себя логично не запланировать, то мы, наверное, так сказать, там, на горизонте 3-5-7 лет можем попасть в какие-то там производственные проблемы. Будь то технологические, будь то с бытовой, без разницы. А на основании чего мы эти прогнозы будем строить, тоже иногда очень, ну, можно там на кофейной гуще погадать, да, а можно на основании тех данных, которые собирает ситуационный центр. И в том числе, очень важная еще вещь, не только смотреть вперед, а еще оглянуться назад в ретроспективе и посмотреть вообще, что с собой не так. Вот в качестве характерного примера, так сказать, из горной теперь отрасли, которой я занимаюсь, да, значит, добывать можно где угодно, как угодно, в пределах, например, своего лицензионного участка. Важно понимать, в какой последовательности как производить добычу, чтобы максимально быстро вернуть те инвестиции, которые ты затратил. Соответственно, на основании какого, чего вы будете принимать решение, как в какой последовательности копать, на основании информации по рынку, ну, то есть рыночной конъюнктуры и рыночной стоимости. У нас стоимость на ресурсы, она не горизонтальная, она не трендово поднимаемая вверх, она обычно вот такая циклическая идет. У нас, соответственно, на основании того, что помимо цены спрашивает рынок, то есть сколько можем отгрузить. Какова у нас пропускная способность магистрали, например, в месторождениях, которые находятся в Забайкале, у нас очень хорошие, так сказать, богатые месторождения, мы не можем их, ну, как Россия, нормально отрабатывать, потому что у нас банально нету провозных мощностей железнодорожных, чтобы просто вывезти его, а на автомобилях невозможно. Соответственно, на основании тех данных, которые может собирать институционный центр, мы можем себя планировать, мы можем смотреть, какие ошибки были в прошлом и как мы их можем не допустить, то есть фактически делать риск-анализ. И это как раз может быть очень важно для бизнеса. И это другая, может быть, не самая явная, ну, как бы экономическая эффективность, но она позволяет, соответственно, так сказать, ну, как бы уверенно смотреть в будущее. Соответственно, риски, планирование. Я, наверное, добавлю еще просто чуть-чуть из собственного опыта. Когда-то давно у нас компания внедряла какой-то диспетчерский центр, который наблюдал за местоположением персонала с точки зрения, ну, чтобы их защитить от захода в красную зону и так далее. И продавалось это изначально как средство обеспечения защиты, это Health Safety and Environment Protection решение. Но после того, как это внедрили, увидели пути, как люди ходят, и стали оптимизировать бизнес-процессы. Куда идут бригады по ремонту, куда, что стоит делать. И после этого это стало продаваться именно в эту сторону. Наталья? Я немножко напомню, да, это еще может продаваться не только с этой стороны, но и сколько времени сотрудник проводит на перекуре, в столовой и так далее. Да, есть такие проекты, они все как бы в основном базируются все-таки на сетевой инфраструктуре. В том числе у нас есть решение, которое отвечает за геолокационные навигационные сервисы. Мы как раз буквально обсуждали перед этим мероприятием, что практически у каждого вендора есть подобные решения, у нас они тоже есть. То есть они могут применяться совершенно для различных. У нас есть такие решения, не знаю, для построения экскурсионных маршрутов. Ритейл используют для сбора аналитики, обработки аналитики с точки зрения перемещения покупателей внутри их помещений, да, торговых центров, магазинов, да, там, сколько там покупатель стоит конкретно у этого рекламного счета. Таким образом, они, например, распределяют стоимость рекламных счетов от наиболее эффективного к наименее эффективному. Но, да, есть и другие варианты использования. А давайте я еще добавлю такой вот интересный пример. То есть мы, получается, вот к ответу на вопрос пришли, что помимо того, что есть потери, да, у нас то есть упущенная выгода. То есть можно посмотреть еще с другой стороны на то, что, а что мы не предсказали, что мы могли бы еще дополнительно заработать, да, то есть там не предотвратить потерю, да, а именно какой-то найти дополнительную для себя выгоду, какое-то интересное решение, да. И вот здесь вот мне очень такой вспоминается пример, да, из реального заказчика, когда вот один из компонентов, собственно, ЦУМа был построен как раз-таки вот на, там, в том числе на основании системы корреляционного мониторинга. И там как раз-таки, скажем так, основным инструментом заработка, можно так выразиться, было там онлайн-продажи, да, в том числе, например, через мобильное приложение или через сайт. Вот. Вот. И вот здесь мы говорим о том, что когда у нас там есть четкая, получается, вот связь от самого верхнего уровня, да, от пользовательского опыта там мобильного приложения сайта, да, там через какие-то, через уровень приложений, и мы спускаемся к инфраструктуре. И вот здесь на основании, в том числе, вот то, что Денис упомянул, больших данных собранных ретроспективным анализом, мы можем посмотреть и предсказать, а какая у нас вот по тем трендам, которые идет, и мы, например, знаем, что там год назад, два назад, там все равно цикличные, да, спросы. И мы знаем, что пользовательская активность, к примеру, перед Новым годом, она у нас значительно возрастет. С этой точки зрения можно предусмотреть как, а, расширение, не знаю, вычислительных мощностей, так и, б, например, предотвратить какое-нибудь неожиданное просто для всех, да, как это там бывает, окончание дискового пространства, вот на уровне инфраструктуры, или, к примеру, вот расширить каналы связи, да, то есть там все равно пользователь заходит, у нас это нагрузка на тот же канал интернета. То есть найти, попытаться найти для себя именно дополнительную выгоду, которую мы можем изъять, скажем так, из этих там больших данных и наших систем. Я хотел бы добавить вот то, что Денис как раз таки сказал, оптимизация ремонтов. В нашем случае не вовремя завершенный ремонт — это огромные убытки от простоев. И мы, внедряя нашу систему, ну, в данном случае, еще раз скажу, я с видеоаналитикой работаю, мы низкоуровнево контролируем процесс выполнения ремонтных операций, и тем самым в процессе мы, если видим, что происходит отклонение, мы устраняем его, и тем самым влияем, да, что у нас запустилось все это, и мы уже только в конце ремонта увидим, что вот мы не успели и потеряем большие деньги. Это вот первое, что я бы хотел добавить — контроль своевременности тех или иных действий. А второе, наша идея пока что у нас строится АГХК, и сейчас он только в стройке. И идея наша заключается в том, что если бы мы с помощью видео контролировали процесс стройки максимально низкоуровнево, тем самым мы точно так же могли предотвратить сдвиги сроков в право. И вот огромный эффект на запускание раньше определенного срока и премии всем строителям. Вот мы наконец-то дошли до истинной цели, собственно, внедрения САЦИЦУМ у многих сотрудников организации. Коллеги, мы уже, по-моему, достаточно долго говорим, а зачем это нужно? Давайте поговорим, а как это все-таки можно сделать? В первую очередь хотелось бы начать, наверное, с такого вопроса. Есть ли вообще уже вот прям готовые решения прямо из коробки, пусть для крупных предприятий? Пришли, поставили коробку, минимальные настройки кликами мышки администратора, все счастливы, довольны, и сразу там сократились потери в три раза, выросла выручка в полтора раза. Да, заплатили много, но оно отбилось через полтора года. Денис, вы готовы прокомментировать, как скажем, представитель вендора? Да. Ну, давайте я порекламирую своего коллегу Дениса, с которым мы когда общались. Он сказал так, позвонил клиент, говорит, у вас продается цифровизация, ну, диджитализация, сколько стоит? Заверните. Наверное, перефразирует сказать это, можно сказать так, что на самом деле, наверное, готового решения из коробки не бывает. Почему? Потому что центр управления мониторинга, название может быть одно, но каждый заказчик под ним поднимает свое. Вот как бы как часть, например, центра управления мониторинга, можно говорить про там управление операционными горными работами и сбор информации о горных работах. У нас есть сейчас вот несколько заказчиков, с которыми мы работаем, вроде бы похожие горные работы, открытые горные работы. Но каждый хочет смотреть свои вещи, потому что у них немножко различаются технологии отработки месторождения, у них немножко отличается то, что они хотят контролировать, у них немножко разные, так сказать, исходные данные, что они делают потом с сырьем и так далее. Исходя из технологического процесса, ну, если говорить про сырьевые, например, компании, либо, исходя из того, что мы планируем, как мы обрабатываем, у каждого в этом центре должна быть своя функциональность. И, наверное, здесь мы приходим к другой вещи, такой достаточно сложной для любых IT-компаний. Это понять, что заказчику нужно и договориться с ним, и говорить с ним на одном языке, что в итоге он получит, и суметь трансформировать его пожелания, иногда очень такие интересные, я бы сказал, в достаточно четкие конкретные требования к этой системе. Не секрет, что в последнее время, например, появляется достаточно большое количество технических заданий на рынке по тендерам различным, и когда ты на них смотришь, ты понимаешь, что в целом нет ни одного вендора, который, там, я неуважаемый Сименса, там, ни нас, там, никого-то, который бы закрыл бы все пожелания, которые заказчик сделал. Почему это получается? Потому что есть желание максимальной комплексности, в том числе от таких центров, но нет как бы осознания того, что мы все-таки с этого центра хотим вытащить. Поэтому нету и коробки, которая дается. И здесь идут уже дальше различные методологии, которые есть у вендоров, которые есть у разработчиков, у интеграторов, как то пожелание, которое есть, приземлить на те существующие технологии решения, которые есть на рынке. Вот, наверное, как бы так. Наверное, провокационный вопрос или комментарий, коллеги, как всем. Так, может быть, если коробки все равно там 100% не подходят, может быть, тогда вообще инхаус-разработка, полный, так скажем, полный простор для творчества, некоторые open source решения, ну, чуть-чуть подпилить. Я бы сказал, что здесь, как это, как случай, не бывает, да, у нас в жизни там все там либо ноль, либо единица, вот так и здесь она где-то правда, где-то посередине, да, такой. Я бы сказал, что это скорее синергетический эффект, да, за счет каких-то готовых, возможно, платформенных решений, которые предоставляют гибкие инструменты, да, возможно, даже вот сейчас там лоу-код разработка, да, очень такой популярный тренд, но и действительно, который все меньше, скажем так, все меньшим делает порог входа, да, для того, чтобы сам какой-то там пользователь, не какой-нибудь дата-аналитик, да, смог просто как-то обработать свои данные и в нужном ему виде преобразить. Наверное, вот в эту сторону вот в смысле. Вы хотели добавить? Да, я хотел бы добавить. У нас в Сибуре в рамках цифровизации есть различные продуктовые команды, которые кто-то сам пишет софт, кто-то покупает его, но очень большое преимущество продуктового подхода именно вот, ну, по моему опыту в том, что мало разработать и внедрить, очень важно привить пользование этими цифровыми инструментами людям, которые непосредственно работают с этим, людям на заводах. И им по опыту очень сложно и неохотно они воспринимают эти новые технологии. Их нужно подружить с ними. И очень большой плюс продуктовой команды, которая внутри компании, в том, что они методично занимаются этим. И второе, когда мы масштабируем тот или иной продукт в рамках холдинга, продуктовый подход, он более экономически выгодный. Наталья? Да, я хотела добавить по поводу собственных разработок. Вот, например, то решение, про которое я уже говорила, да, геолокационная навигационная платформа, которую мы предлагаем, называется Meridian, она предполагает в себе, ну, два варианта разработки тех же самых мобильных приложений. Первый простой, ну, тип конструктора, но понятно, что он ограничен по функционалу и возможностям донастройки, да, то есть ты из блоков собираешь себе мобильное приложение, да, оно, может быть, не отвечает полнофункциональным требованиям, но работает. Либо, соответственно, ты при помощи нашего инструмента для разработки пишешь код с нуля. И вот мы пилотировали подобный проект в одном из крупнейших музеев в России и столкнулись с катастрофической нехваткой и практически отсутствием вот в инхаусе, да, таких вот высокопрофессиональных разработчиков, которые могут не брать уже готовые какие-то паттерны, да, или блоки из них там составлять, это мобильное приложение, а писать этот код с нуля и достаточно творчески и креативно подходить к этому написанию, потому что, ну, как напишешь, так оно, собственно, и поплывет. Вот. И вот это вот, на мой взгляд, становится одним из ключевых блокеров, да, там, при создании инхаус-разработки. Помимо того, что ее нужно разработать, ее еще нужно поддерживать. Это значит, что вы должны постоянно содержать достаточно большой штат хороших, да, высококвалифицированных разработчиков, которые в любой момент могут от вас банально уйти, да, там, при более интересном предложении со стороны внешнего рынка. Ну, вот, поэтому инхаус – это такая всегда история, на мой взгляд, даже более затратная, чем, там, использовать какие-то вендорские, платформенные разработки, да, или, не знаю, заказывать исследования, да, то есть, ну, вот, потому что, ну, это чревато там постоянными вложениями, инвестициями, бесконечно, как ремонт. Бесконечно. Можно только остановить. Интересный взгляд. При этом Георгий поднял очень интересную тему по поводу вообще культуры в организациях, кто как внедряет, соответственно, это же не только про наличие разработчиков, это вообще готовность организации внедрять что-то новое, внедрять те или иные решения, брать коробку, либо разрабатывать самим. Вот что вы думаете вообще о наших крупнейших организациях различных отраслей, может быть, есть какие-то там сходства, различия с точки зрения культуры и готовности к инновациям вообще, к разработке, внедрению коробочных решений? Это, наверное, в первую очередь вопрос сейчас к уважаемым вендорам, собственно, к интеграторам, к консалтингу. Давайте я, наверное, начну, да, то есть, дополняя предыдущие, наверное, такой короткий комментарий, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, да, то есть, это как бы проще. Это проще с точки зрения оценки рисков и содержания, да, то есть, потом этого решения. Но если возвращаться к культуре, на самом деле, наш опыт, если говорить в частности про Россию, он разнообразный, да, то есть, от компании к компании к культура разнится. Есть компании, которые инновационные, да, то есть, выделяют там бюджеты, не наказывают людей, если что-то не получилось, да, то есть, такое вот, это важно, на самом деле, потому что люди боятся экспериментировать, да, то есть, инновации – это всегда какие-то эксперименты, да, то есть, и не все компании готовы, скажем так, выделять какие-то бюджетные средства, чтобы что-то попробовать, да, тоже сделать какой-то прорыв. Касательно опыта, опять же, там, в разных индустриях, да, то есть, там, машиностроение, авиастроение, там, нефть и газ, да, то есть, они все разные, да, я считаю, что это зависит от уровня цифровой зрелости компании, да, то есть, если говорить про машиностроение, да, то есть, это, там, наши внутри заказчики технологии, люди, которые за станками работают, да, то есть, с таким вот железом, прям, скажем, да, конструктора, то здесь ситуация немножко такая, мне кажется, с одной стороны, сейчас уже лучше становится, если взять разрез, там, 3-4 года, да, то есть, сейчас уже не больше готовы к цифровизации, но все равно мы встречаем некое сопротивление, да, почему, там, появляется сейчас новая должность, вот этот цифровой директор, да, внедрение инноваций, еще что-то, но на уровне цеха, да, то есть, зачем нам цифровизация, да, то есть, есть еще другие аспекты, что люди не всегда хотят, чтобы была полная прозрачность, которая дает цифровизация, да, то есть, ты начинаешь чувствовать сопротивление, да, то есть, и всегда мы идем, конечно, от бизнеса, вот, но эта культура все равно сохраняется. Я надеюсь, что она сейчас будет немножко разворачиваться в сторону инноваций, да, то есть, ну, и здесь, опять же, мне помогает мой опыт со стороны образования, да, потому что университеты России сейчас тоже очень глубоко об этом думают и проводят ориентацию менеджмента, да, то есть, промышленных предприятий, тем самым обучая их, да, что не стоит бояться цифровизации, там, аналитических центров, там, бигдата, нейронная сеть, это не так страшно, как, черт его молюй, да, вот, поэтому это важно от индустрии к индустрии, на самом деле ситуация кардинально разная, скажу так, да, вот, но я надеюсь, что в перспективе, там, 5-10 лет, то есть, мы сделаем прорыв в этом. Вот если коротко, то так. Коллеги, кто-то еще что-то добавил? По поводу цифровизации, да, я хотела сказать, что мы как раз вот обсуждали перед мероприятием, что вот буквально полтора года назад мы столкнулись с такой неожиданной для всех пандемией, да, там и локдауном, и необходимостью перевода сотрудников на удаленку, и вот, ну, как бы все делились случаями с жизнью, случаями со своими заказчиками, случаями со своими знакомыми, и, ну, опыт показывает, что очень многие организации, в том числе очень крупные, были совершенно не готовы к переводу вот в такие кратчайшие сроки сотрудников на удаленный режим. И это было связано не только с неготовностью, не знаю, сетевой инфраструктуры, да, просто вывести человека на удаленку, но и с неготовностью информационной составляющей, информационной безопасности, да, там, по подключению сотрудников к предоставлению необходимого доступа, да, там, ровно к тем приложениям, которые необходимы, и отслеживанию этого доступа, да, то есть насколько действительно сотрудник заходит в те приложения, которые ему необходимы, да, и именно эта роль заходит, именно этот сотрудник, да, там, как долго он находится в этом приложении, не начал ли он скачивать там с ненужного ему ресурса, да, ну, то есть это вот все говорит о готовности, да, о подготовке. И, ну, я знаю крупные компании, которые были совершенно готовы, очень быстро перешли, да, но и негативный кейс тоже присутствует. Смотрите, я бы хотел, наверное, добавить, действительно, я согласен абсолютно со всеми коллегами, разные отрасли у нас абсолютно по-разному развиваются с точки зрения цифровизации, одни есть лидеры, есть, сказать, там, немножко отстающие отрасли. Это действительно так, и это исторически было связано с тем, что появлялись лидеры в тех или иных отраслях, да, и потом к ним тянулось, другие компании. Другая вещь, которую еще, как бы, хотелось сказать, что на самом деле очень важна в любой цифровизации роль лидера. Вот давайте посмотрим, простой пример, Сбербанк, Герман Греф, да, насколько у нас Сбербанк за последние 5-7 лет изменился, и в том числе это была большая, так сказать, движущая роль руководителя. И в других компаниях, посмотрите в другой компании, Северсталь. Там президент и владелец компании вкладывает достаточно большое количество времени в развитие компании, и четко там прослеживается тренд, что мы не только металлургическая, не добывающая компания, а компания, которая представляет услуги по предоставлению той или иной продукции. И таким образом, кстати, компания получает конкурентное преимущество, и если посмотреть, например, на, понятно, хороший год для металлургов в этом году, но очень хорошие и выше рынка результаты работы компании. Соответственно, цифровизация, она помогает получать конкурентное преимущество. В цифровизации должен быть заинтересован и верхний менеджмент, и средний, и низкий. К этому надо готовиться. И еще один пример. Есть школа Сколкова, бизнес-школа, которая, ну вот, я уж точно знаю, что, как минимум, Ауроса, Евраз и другие компании проводят обучение своего менеджменту для того, чтобы повысить их зрелость и готовность к переходу на цифровизацию. Вот если у нас это будет сейчас как, ну, как систематизированная работа внутри, так сказать, индустрии, это даст возможность, в общем, подтянуться и как раз очень хорошо дальше шагнуть вперед. А дальше вопрос очень простой. Мы конкурируем не только внутри себя, мы конкурируем с внешним рынком, с компаниями из отрасли, с внешним рынком. Они этими вопросами озадачились уже достаточно давно. Если мы хотим получить конкурентное преимущество, мы этим должны заниматься. Соответственно, мы должны здесь очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте, как минимум. В связи с последним комментарием я бы хотел обратиться к Станиславу Новоселову со следующим вопросом. Вот этот внешний рынок, ситуация, собственно, ну, в первую очередь, с институционно-аналитическими центрами, насколько она отличается от того, что у нас внутри, то есть какие подходы там пропагандируют компании, следуют им, как они это делают, прошли ли они этот путь, либо тоже там, либо в начале, либо где-то еще. На самом деле я бы сказал, что мы находимся сейчас на очень правильном пути. Я полностью поддерживаю Дениса, что у нас сейчас цифровая трансформация, она уже идет абсолютно во всех областях, и лидерами, вот один из лидеров, который вы назвали, это не какой-нибудь финтех или банк, это не какой-нибудь ритейл, который изначально на это все на цепочке поставок или что-то на предсказание, спрос и пополнение ориентирован. Это вот, к примеру, компания Северсталь, да, и вот мировая практика, да, вот наша показывает, что там уже нет классических компаний, которые бы всегда можно было сказать, что вот они лидеры, да, потому что и компании там нефтегаз, и компании, не знаю, там горнодобывающие металлурги, да, они тоже уже в таких передовиках получается цифровой трансформации, и более того, они даже уже создают тренды, в том числе и для других рынков. И я здесь считаю, что очень важной, важной вехой, да, вот мы находимся на очень правильном пути с точки зрения облачной трансформации, не конкретной компании, да, а, наверное, как может быть там страны или рынка IT вообще в целом у нас, потому что у нас и компании все ближе к облакам, да, они понимают, что это уже не просто, не знаю, виртуальная машина не у себя в личном цоде, да, а в облаке, они понимают, что это уже там больше каких-то бенефитов, да, какой-то больше, гораздо пользы для самого бизнеса. И вот за рубежом уже очень-очень давно вот облачные технологии, они стали таким вот очень сильным толчком, очень сильным драйвером к повсеместной цифровизации, как с точки зрения цифрового рабочего окружения и доступа к любым ресурсам, да, которые есть внутри организации, вот хороший пример был очень относительно ковида, да, так и с точки зрения, например, создания цифровых платформ, работы с предприятиями или обработки тонн данных, например, с нефтеперерабатывающих вышек, да, с, там, по ремонтным работам, по предсказанию. То есть мы видим вот очень сильный тренд, да, перехода именно вот как раз-таки в облачные технологии. Здесь, конечно же, несомненно, у нас влияет и наше законодательство с точки зрения информационной безопасности, но развитие в том числе и наших, скажем так, локальных крупных облачных игроков, они очень сильно также двигают вот абсолютно все компании, да, вот я бы сказал, мы находимся все в одной лодке, и вот когда кто-то один начинает так вот грести сильнее, то все остальные не начинают на него смотреть, что какой молодец пошел вперед, нет, они пользуются его опытом, они переиспользуют его опыт в правильном управлении, да, и они пытаются его не только догнать, да, но и перегнать. И вот здесь, наверное, вот культура в компаниях, да, вот мы обсуждали. Я бы сказал в целом, что вот мировой опыт, он, наверное, в первую очередь сейчас у нас про то, что готовность к любым инновациям, трендам, и, наверное, вот здесь вот очень мне понравилась мысль, готовность к ошибкам, да, то есть вот на самых первых порах, когда вот был хороший пример, что понять эффект, да, вот он применим или не применим, то есть, ну, это же фактически про ошибку, это попытаться начать куда-то пойти. Ошиблись, хорошо, мы как это, ошиблись быстро, ошиблись дешево, да, как есть выражение, но потом мы сразу поняли, что мы не потратили, не знаю, два года направления в ту сторону, которая нам не принесет никакой пользы. И вот, вот, мне кажется, вот основное отличие у нас это как раз-таки вот в культуре организациях, но мы, вот я считаю, идем в очень правильном направлении. И я хочу процитировать вот здесь у нас комментарий, соответственно, от слушателя, что центр мониторинга как сторонний сервис сложно построить в большой организации, которая особенно работает с персональными данными. Служба безопасности, такие подходы, не готовы согласовывать. Коллеги, можете поделиться своим мнением, потому что как-то облака – это отлично, весь мир туда идет, а как же мы? Я вот частично услышал ответ, но может быть, еще какой-то комментарий. Да, можно это сразу по свежим следам прокомментирую. Облака, как это, облака, облака, скажем так, это то правильное направление, да, в котором необходимо идти, да, законодательство, да, данные, персональные данные, коммерческие данные и так далее. Но у нас есть очень важная вещь, да, как я говорил, что у нас локальные облачные игроки, они сейчас очень такой сильный рывок сделали за последние годы. И с точки зрения хранения, например, тех же данных и передачи в облака, да, это уже сейчас не равно передача данных за границу. Это равно передача, да, в облако, но в облако локальное, которое у нас хранится, да, и с этой точки зрения здесь в том числе и с коллегами из информационной безопасности не только можно, но и нужно проговаривать и прорабатывать вопросы, что сейчас это уже не где-то там через океан данные располагаются, да, они вот там условно рядом с вами, да, даже в том же городе располагаются. Это, наверное, вот такой первый момент, да. И второй момент, даже если эти данные находятся под каким-то, там, не знаю, либо грифом, либо как-то внутри классифицированы, ну, опять же, с точки зрения любых облаков можно посмотреть и в сторону гибридных облаков, да, то есть часть данных держать в частном облаке у себя в организации, часть в публичных облаках, ну, даже на территории страны. И здесь в том числе еще посмотреть внимательнее, наверное, там, и на законодательстве, и на различные возможности, да, то есть с точки зрения там не только, например, хранения, но и обработки данных. И, наверное, такой последний, да, вот как вот по опыту момент, наверное, который хотел отметить. Не обязательно передавать в облака в том числе какие-то сырые данные. Сырые данные, они могут, например, первично обрабатываться, храниться даже у вас, у вас на территории организации, дальше данные могут быть как агрегированы уже для дальнейшей там визуализации удобными средствами в облаках, или же они могут быть, если это сильно критичные данные, но необходимо какие-то наглядные построения, они могут быть, например, обезличены, то есть есть большое количество там подходов к работе с данными, в том числе для систем мониторинга. Можно я тоже добавлю? Свой опыт. В России мы, как Сименс, продвигаем облака уже относительно давно, да, то есть, ну, правильно, да, то есть есть модель гибридная, есть публичные облака, да, то есть можно представить автобус, где вот в автобусе все едут, да, есть частное облако, да, это тоже услуги от вендоров, да, других там наших облачных в России уже сейчас появляются, но еще очень важный опыт, вот европейский, правда, да, там тоже есть компании, которые очень серьезно к этому относятся, показал то, что нужно вступать в дискуссию, да, вот, как там комментарий был, там, служба безопасности пропускает. Почему? В чем конкретно они не уверены? Они не уверены в шифровании, они не уверены в антификации, да, вот есть все сертификаты, в чем конкретно не уверены, да, то есть в чем конкретно угрозы они считают, да, потому что сейчас вот наш опыт, опять же, да, ИБ не пропустит, да, но это просто как вот постулат и все. Почему? Да, то есть и наш опыт был, вот европейский, мне коллеги рассказывали, серьезная компания там в Европе была, они начали дискутировать, раскапывать, и в итоге они сказали, ок, мы вам верим, вот, да, то есть здесь вот поэтому я думаю, что вопрос просто стимула внутри заказчика, чтобы вместе там с вендором, который предлагает решение, прийти к безопасникам, сесть за стол переговоров и выйти с правильным решением. Вот такой комментарий. Ну да, я хотела поддержать, да, Дениса, и в принципе Siemens давно является нашим альянсным партнером, мы работаем вместе с точки зрения автоматизации мониторинга IoT-устройств, да, то есть на там ввод, профилирование и так далее. И, безусловно, да, как бы сказать, эволюция и образование рынка и в том числе партнерской экосистемы о том, каким образом позиционировать и правильно предлагать заказчикам облака, это очень важно. И мы, как вендор, достаточно большое количество и ресурсов, и сил, и инвестиций вкладываем вот конкретно в это направление. Вот, поэтому, да, но тем не менее, да, то есть мы как бы как вендор, мы предоставляем платформу, и наша задача, помимо того, чтобы обеспечить образование рынка, да, и правильное понимание тех решений, которые мы предлагаем с точки зрения и аспектов законодательства, и аспектов информационной безопасности, да, наша задача, в том числе, еще и предложить некую гибкость с точки зрения выбора, да, того решения, которое подходит заказчику, да, то есть это может быть он прям, да, это может быть гибрид, это может быть, не знаю, зарубежное облако, либо это может быть, не знаю, облако, да, там, внутри российского интегратора, да, то есть вариантов масса, и это все возможно, ну, как бы при помощи той платформы, которую мы готовы предложить рынку. Спасибо, интересное мнение. Да, коллеги, прошу прощения у всех зрителей и коллеги у вас, я буду сейчас посмотреть в Телеграм, потому что у меня вот здесь планшет, на котором вопросы писались, он почему-то, почему-то умер и выключился, да, сейчас я буду там иногда поглядывать в телефон, я не в игрушки играю, я смотрю на вопросы. Да, но прекрасно, хотелось бы обсудить следующую тему, вот, да, мы, допустим, убедили, люди собираются внедрять в себе ситуационный центр, он нужен, действительно, там, ревенью повысится, соответственно, там, затраты снизятся, там, аварии прекратятся и так далее. С чего начать? С чего это начать? То есть, может быть, ну, даже не буду, наверное, открывать, пожалуйста, Денис. Ну, знаете как, начать, наверное, просто с чёткой постановки задачи, что мы хотим получить на выходе. То есть, либо мы хотим получить центр управления производством, центр управления нашими операциями, центр планирования, центр прогнозирования. То есть, давайте как это, ну, как по хрестоматии, поставим цели, задачи, а исходя из цели и задач, соответственно, сказать, уже простроим границы, рамки проекта, и только тогда будем выходить на, функционально-технические требования, на технические задания, да. К сожалению, очень часто мы сначала формируем техническое задание, а потом пытаемся понять, а что мы в итоге сделаем. Вот если мы чётко сформируем вот то, что мы хотим, и причём очень важная вещь, да, то, что мы будем планировать, там, те цели, которые будем ставить, они должны в том числе пересекаться с целями компании. Почему? Потому что если мы собираемся управлять данными о нас, о нашем предприятии, то это делается для чего-то. Если мы это сделаем в отрыве от целей и задач компании, то проект, ну, как минимум, не поддержится на разных уровнях. Как максимум, скорее всего, он так нормально не реализуется, не будет понятно для чего, как он окупится, как он построится. И, кстати, вот в своё время, так сказать, ДОСО, это же как научная компания. И это не шутка, мы, в принципе, действительно много вкладываемся. И у нас есть определённые методологии, безусловно, как подойти к проекту, какие шаги надо простроить для того, чтобы получить в итоге нормальный результат. И вот без цели полагания, там, как определённого шага нашей методологии тоже, ну, невозможно сделать этот IT комплексный, сложный проект. Почему? Потому что это инфраструктура, безусловно. Это каналы связи. Это, безусловно, программные решения, причём решения по безопасности, по мониторингу работы этого центра, по тому бизнес-наполнению, по аналитике, какие-то интеграционные шины. То есть у нас достаточно сложный, комплексный проект. Если изначально не подумать, как его построить, значит, он изначально никак и не пойдёт. Коллеги, пока... Вот я знаю, что кто-то хочет ещё добавить, я просто хочу добавить ещё один оттенок этого вопроса. А стоит ли всё-таки заниматься институционным центром с точки зрения «давайте продумаем всю функциональность». Тут же только что говорили по поводу «а давайте попробуем и будем ошибаться дёшево». Кто-нибудь прокомментирует? Ну, смотрите, вопрос «впередите» на это количество ошибок. Наверное. То есть можно дёшево ошибаться, безусловно. Это тоже подход. И, кстати, это определённый вариант институционный центр. Мы, так сказать, это... Как это... На своих, так сказать, это... Убуд, так сказать, там... Мы берём одну шишку, вторую, третью, четвёртую. В итоге надо всё равно на чём-то учиться. В итоге надо себя планировать прогнозировать. Чем более сложное у нас предприятие... Не обязательно большое, сложное. Когда у нас связана, так сказать, и логистика, и производство, и сбыт, и то, и всё, да. Мы себе должны планировать, прогнозировать лучше. И иногда просто не будет времени на ошибку. А это уже, кстати, касается среднего бизнеса, где подушка безопасности меньше, и времени на ошибку на эксперименты гораздо меньше. С одной стороны, да, вот так попробую, да, подискутировать. С одной стороны, да, времени на ошибку меньше. С другой стороны, если мы изначально пришли, полностью запланировали, например, весь фронт работ, решение на два, на три года вперёд, да, мы запланировались, мы пошли. Мы достигли первого этапа, мы достигли второго, третьего. Мы находимся где-то через полтора-два года и понимаем, что нам ещё найти, например, год. Вот как в этот момент времени мы можем потеряться и упустить основную нить, а в правильном ли направлении мы идём, необходимо ли нам идти дальше, да. Поэтому я, наверное, приводил пример такой, гибкие методологии, да, и вот продуктовый подход. С той точки зрения, что мы делаем сначала какую-то первую версию, да, и вот очень согласен с подходом, что необходимо нам постоянно на своих ошибках учиться, да, либо вот находить правильные вещи, которые сделали, и их там дальше продолжать развивать. Наверное, я бы сказал следующим образом, что за три года у нас слишком много может измениться, и поэтому если мы сейчас там на два-три года вперёд запланируем, мы можем не попасть туда, где у нас уже там будет находиться и рынок, и компании, да, в целом. И здесь, наверное, вот там не обязательно, ну, ошибаться можно там с точки зрения внедрения, например, чего-то нового, да, но по сопровождению, по обеспечению работоспособности какого-то такого корневого прям бизнеса ключевого, да, здесь, наверное, действительно подход более такой прагматичный, но здесь, то есть когда мы говорим про разработку чего-то нового, какой-то новый проект, это уже, наверное, такой большой чейндж в компании, да, а когда мы говорим про какое-нибудь сопровождение уже существующих решений, это, ну, такой классический ран, да, получается это именно сопровождение. И вот я в первую очередь, да, вот именно говорю про итеративность, про итеративный подход, про вот постоянную апробацию, тестирование каких-то гипотез и дальнейшее, скажем так, понимание, в какую сторону необходимо дальше развивать продукт, да, вот по уже каким-то готовым кусочкам решения. То есть сейчас можно я вот один приведу пример. Строительство, например, вот строится какой-нибудь крупный, там, нефтехимический комплекс, да, и у него строится завод. И есть понимание, что однозначно это будет очень опасное производство, да, то есть необходимо будет там ситуационный центр 24 на 7, да, то есть там много данных, нужно с ними что-то делать. Руководство хочет сразу в режиме реального времени видеть там всю картину, да, то есть там как экономическую, так и с точки зрения безопасности производства. И вот здесь вопрос, потому что если мы попытаемся сразу же внедрить и продумать целевое решение, то мы не сможем это сделать, потому что, например, один завод может только строиться, да, или там основное здание может только строиться. И вот поэтому здесь, например, в итеративном подходе мы можем посмотреть примерно, какой у нас вот наша такая какая-то северная звезда, да, но понять, что первым шагом мы можем сделать не физический, например, там, да, Сум, а, например, сделать только виртуальный. Или же можем посмотреть, что основной, ключевой, критичный для бизнеса компонент, да, или там функционал, вот только на него сейчас, например, применить необходимые нам технологии, да, какие-то там прозрачные метрики для руководства. А уже потом, в тот момент времени, посмотреть на изначальные планы, что да, мы хотели идти на физическое пространство после виртуального, а может быть, через год как раз-таки станет понятно, что и идти не надо. Вот, наверное, вот такого формата у меня скорее. Денис, уже так давно хотите что-то добавить? Да, я просто хочу дополнить Станиславу, наверное, да, то есть мы все говорим об ошибках, вопрос, что является ошибкой, да, то есть и здесь важный момент, я считаю, вот к предыдущему возвращаясь к моменту, безусловно, нужно техническое задание, цель, куда мы бежим, но если мы говорим, еще должны быть некие реперные точки, бизнес-метрики, по которым мы будем оценивать, достигли или не достигли, ошибка или не ошибка, а если ошибка, то что сделать? Закрываем проект, не идем дальше или же все-таки нужно где-то что-то подтюнить, поднастроить и пойти дальше? Да, то есть это очень важно. И опять же в нашей практике, вот касательно вопроса технического задания и цели, это очень сложный вопрос для заказчика, да, то есть он не в состоянии зачастую самостоятельно составить грамотное ТЗ со всеми аспектами. Да, и тут возвращаемся опять же к культуре, да, то есть очень приятно, да, когда заказчик тебе дает ТЗ, и ты понимаешь, что он проработал аналитически эту тему, он посмотрел решения на рынке, да, то есть он понимает, и ты разговариваешь с ним на едином языке, да, то есть, но, к сожалению, пока не так много таких заказчиков, и это действительно проблема. Вот, поэтому вот такое вот короткое добавление, скажем так. Да, но мы с вами обсуждали готовность культуры организации к внедрению изменений, и в том числе эта готовность, она должна быть, ну, она должна присутствовать в том числе и с точки зрения процессов проектного управления, да. Давным-давно, когда мы внедряли систему качества, или там систему, я занималась этим, да, и мы внедряли систему управления качеством или процессами на базе Carnegie Mellon University модели CMM, да, там присутствовали помимо планирования, постановки задачи, сбора требований и всей этой красоты, еще два очень важных, вовлеченности руководства, безусловно, да, два очень-очень важных этапа. Это верификация проекта и валидация проекта, да, верификация, когда мы, ну, и при сохранении, естественно, итерационного подхода, когда мы сравниваем тот результат, хотя бы промежуточный, на соответствие нашим функциональным или техническим требованиям, да, то есть, ну, какие-то мелкие рэперные точки, ну, не мелкие, но это все-таки характеристики какие-то, да, там, не знаю, красные, да, там, есть ли двери, сколько дверей, сколько колес, там, есть ли крыша, есть ли руль и так далее, какого цвета, да, но есть еще очень важный момент, этап, да, там, при выполнении проекта – это валидация, когда мы, ну, условно, валидируем результат проекта, да, то есть, хотели Феррари, а получился трактор, ну, как бы вот, да, то есть, это о готовности культуры организации к внедрению изменений, и сам все проектный подход – это как бы способ, да, ну, этот проектный подход, он должен присутствовать. Все, все, автор иссяк. Коллеги, может быть, еще кто-то добавит, на что можно посмотреть, да, вот, при внедрении, с чего начать, как продолжить? Слушайте, мне кажется, у нас дискуссия вот про внедрение там, САЦа или ЦУМа свелась к дискуссии, какой тип проектного управления выбрать, и здесь кажется, что, наверное, стоит тогда сегментировать и ситуационные центры тоже, то есть, есть решения, которые мы внедряем, ну, какие-то инновационные, там, не знаю, строим инновационные заводы или пытаемся внедрить инновационные бизнес-процессы, тогда, конечно, там, agile, наше все, и как бы, ну, куда мы без него, но есть какие-то тиражируемые истории, то есть, понятные бизнес-процессы, которые в компании уже работают, не знаю, если это завод уже пятый, там, по обкатной бизнес-модели, которая приносит деньги и так далее, то почему, ну, то есть, я не вижу ничего плохого, как бы, в классных отработанных проектах, там, waterfall, там, и так далее. Дмитрий, я думаю, не кладите микрофон, вы как специалист по оборудованию инновационных центров, здесь вот только что звучала еще возможность, там, начать с того, чтобы построить виртуальный инновационный центр, а перед этим еще звучало, что у нас вот в ковид многие усили на удаленку, и, может быть, им из дома удобнее вообще подключаться к виртуальным, может быть, физические вообще не нужны. Вот как сейчас, во время ковидную, и, надеюсь, уже почти постковидную историю, чувствуют себя ситуационные центры вот как физическое пространство, и как они живут вместе с виртуальными ситуационными центрами? Слушайте, я бы здесь, наверное, даже вопрос на два разложил. То есть, во-первых, история с физическим, с самим физической комнатой, да, там, так называемая, ситуационного центра, и здесь, ну, кажется, мы от нее пока не уйдем, да, понятно, есть автоматизация или там роботизация каких-то процессов, автоматизация принятия решений, даже вот тут коллеги рассказывали, что у нас уже теперь необязательно смотреть видеокамеры, да, там, когда следим за кем-то, можно просто настраивать видеоаналитику и отслеживать какие-то события, но количество этих данных все равно растет, то есть количество видеокамер событий растет, и дальше, ну, необходимо принимать решение уже на основе, ну, там, какого-то события, но дальше все равно там это раскладывается на какие-то дополнительные детали, которые необходимо в режиме онлайн посмотреть. И здесь физически ситуационные центры, они остаются, но к ним меняются требования, то есть, и требования тоже увеличиваются, требования к качеству информации, которая отображается, требования к тому, чтобы разные ситуационные центры могли между собой эффективно работать, то есть, там, резервные есть такие, не знаю, центры управления и так далее. Вот, а вторая часть вопроса – это про ковид, и здесь вот мы регулярно, так же, как, я не знаю, все вендоры проводят R&D, да, там, мы как интегратор тоже постоянно находимся в каком-то поиске решений, ну, актуальных решений для заказчиков, которые можно там попробовать использовать в ковид, многие столкнулись с тем, что, ну, людей там, ну, люди не просто заболевали, да, то есть, ну, там, как бы болезни у нас и до этого были, но появлялась такая, как это, стоп-фактор для бизнеса, то, что людей прям, ну, скажем так, всех сажали на карантин, например, да, там, заболел один человек, там, вся смена как бы на карантине, да, то есть, это для бизнеса становилось, ну, стало достаточно критичным, все стали искать какие-то методы решения этих проблем. И тут я могу такое даже, может быть, немножко анонсировать, без названия пока, потому что это еще пока не официальный анонс, но уже стали, там, в Японии есть такие решения, то есть, вот мы привыкли, то есть, как обеззаразить помещение, то есть, есть, там, два типа решения сейчас на рынке, которые доступны. Первое, это, которое работает без людей, то есть, люди уходят, оно обеззараживается, как бы, они возвращаются и продолжают свою работу. Второе, это, ну, как бы, устройство, которое, там, мы все могли видеть, там, в коридорах и так далее, это устройство, которое обеззараживает воздух, который пропускает через себя, то есть, ну, не все вокруг, а только тот воздух, который проходит через него. Так вот, японцы, там, придумали какую-то новую технологию на другой частоте, не знаю, там, я, честно, супер, таких медицинских подробностей не настолько погружен, но смысл такой, что они могут обеззараживать помещение с находившимися там людьми, ну, то есть, как бы, это для людей безопасно, но, с другой стороны, там, это, там, губительно, там, для различных вирусов. То есть, различные технологические решения и под эту ситуацию на рынке тоже пытаются подстраиваться. Ну, а, собственно, сами ситуационные центры, вот, они сейчас, так скажем, в ковидно-постковидную эпоху, они разъехались из физических комнат в основном или все-таки люди, как это, рискуя жизнью, беря пропуск, соответственно, вот этот, чтобы проезд по Москве, когда было запрещено, едут все-таки в ситуационные центры и смотрят на экраны? Слушайте, ну, тоже, наверное, можно на две части разделить, как и люди в офисах, да, там, кто-то из нас ушел на удаленку и уже, мне кажется, не вернется никогда, вот, так понравился такой формат работы, да, но некоторые, как бы, понимают, что, ну, невозможно работать без оффлайна, да, то есть, это очень похоже на офисную историю, вот, то есть, некоторые бизнес-процессы и некоторые те ситуационные центры, которые, ну, не обходятся без оператора, там, не знаю, информационная безопасность мешает, там, да, им работать из дома, да, и управлять заводом, либо какие-то другие факторы, вот, то есть, часть ситуационных центров, она, конечно, осталась в оффлайне, там, понятно, какие-то появились новые регламенты по работе, то есть, там, условно, людей, не знаю, там, ограничивают от общения с окружающим миром, чтобы это, ну, там, минимальный, как бы, гипотетический риск для бизнеса приносило и так далее. Коллеги, никто не хочет добавить чего-то? Тогда у меня еще, всплыл еще один вопрос, который, вот, в рамках предыдущего обсуждения говорили про большое количество данных, что оно собирается отовсюду и прочее. Значит ли это, что если компания не может собирать, там, достаточное количество данных, ситуационный центр ей вообще не нужен? Можно я, как бы, скажу? Опять-таки, обращаясь к горной промышленности, да, минимальный ситуационный центр, ну, как бы, минимальный отчет на ситуационного центра на советском горном предприятии, дневной отчет, дневной рапорт, где собирается сводка от всего. А сводка, обычно, так сказать, это один, либо два листа убористого почерка, где там циферками, условными обозначениями показывается о том, как отработал за предыдущие сутки горное предприятие. И там есть все переделы и вся информация. Это очень небольшой объем информации. И начинать работать можно и с таким небольшим объемом информации. Другой вопрос, то, что если мы ретроспективно постихонечку эту информацию начнем набирать, мы потом ее сможем анализировать. В целом, это, наверное, как бы, ситуационный центр это не как внедрение бухгалтерской системы, когда 31 декабря ввели все остатки, и тогда все стартовали, да. Стартовать можно там с 3, с 4, с 5, с 10 отслеживаемых KPI-ов с одного KPI, да. Просто его надо понять, что мы им, что нам там должно быть, что мы собираем, как работаем. Поэтому количество данных, не размер, количество данных, я думаю, что не должно являться какой-то там триггерной точкой для принятия решения. Триггерной точкой является то, что мы собираемся делать и для чего, и что мы с этого хотим получить. А данные придут. Фактически, да. Мы можем начать, полностью здесь согласен, что мы можем начать с стационального центра, выбрав какие-то конкретные KPI по конкретным областям, в первую очередь интересующие и влияющие нам бизнес. А там какие-то цифровые платформы или платформы данных, да, для того, чтобы собирать из различных, там, хоть каких-то низкоуровневых систем, хоть, не знаю, из СУТП, да, из МЕСов, хоть это мы говорим, не знаю, об IT-технологиях и каких-то там, не знаю, мобильных устройствах или тоже безопасность, которую упоминали, да, это может быть просто каким-то дальнейшим логическим продолжением. Да, вот здесь хотел чуть-чуть так обсудить с точки зрения, что мы всё равно все понимают, да, что это не проект один, да, вот как мы внедряем ЦУМ, да, то есть там, или мы внедряем там какую-то другую технологию. Нет, это скорее, это скорее прям, то есть целая трансформация, да, то есть это такая концепция, идеология, в рамках которой просто необходимо, например, принять решение по развитию организации, да, что есть вещи, которые просто обязательны, как ситуационный центр, да, но все дальнейшие вещи, они получаются, являются логическим, логическим дальнейшим продолжением, как с точки зрения мобильности, как с точки зрения взаимодействия людей друг с другом, так и с точки зрения интеграции и подключения к, и дальнейшей аналитике, что самое важное, да, всё больших-больших-больших данных. Можно я тоже вставлю свои пять копеек, попробую так вот немножко это философски сначала начать, да, то есть по сути данные, они есть всегда, да, то есть у предприятия. Вопрос их перевода, там, бумажные носители, да, сейчас эра цифрового века, всё приходит, там, цифровизация, да, то есть всё в электронном виде. Идея какая, да, то есть ситуационные центры, да, центры управления мониторинга, то есть, как по мне, это определённый инструмент, инструмент обратной связи для бизнеса, да, то есть я вот как инженер, да, то есть у меня технический блэкграунд, я всё рассматриваю с точки зрения системы управления, да, воздействие, обратная связь, и это даёт качественный результат. Соответственно, что делать, у которых там нету сейчас там быстрой возможности перейти, да, действительно, правильно, коллеги, я поддерживаю полностью, начать с малого, да, то есть и когда вы увидите этот результат от внедрения, да, вот этой качественной обратной связи, и почему приходит вообще цифровизация, да, то есть, вот опять же, взять там машиностроение, все эти отчёты, они на бумаге, да, то есть очень часто. Вопрос достоверности, да, то есть бывают ошибки, там, не знаю, в Excel там что-то съехало или ещё что-то, да, то есть уже человек, принимающий решение, обладает недостоверной информацией, да, вопрос, опять же, подготовки этой информации, вот, поэтому это очень важно как инструмент получения качественной достоверной информации, да, то есть ситуационные центры, вот, ну и начинать всегда можно с малого, да, то есть понятно, что сразу начать проект, оцифровать всё, это невозможно просто. Вот такие вот короткие комментарии. То есть мы, как я понял, обсудили, что действительно там бесконечного количества данных всего с организацией нам не обязательно нужно иметь. А может быть, ещё какие-то есть барьеры, которые вот мешают людям, которые уже решили, да, нам нужен ситуационный центр, но что их может сдерживать и как эти барьеры преодолеть, коллеги? Наталья? Я тут могу только прокомментировать, что, ну, безусловно, неготовность базы для построения такого ситуационного центра, да, в своём случае я могу говорить о сетевой инфраструктуре, насколько технологично, насколько эта сетевая инфраструктура, во-первых, позволяет обрабатывать данные, не знаю, там, с IT-устройств, например, да, там, с различных мобильных устройств, да, но и с той точки зрения, насколько, ну, всё это стабильно работает, да, насколько большие объёмы данных мы можем, там, единомоментно обрабатывать или, там, передавать или поддерживать работоспособность этой организации. И если мы говорим, ну, как бы, об этой грани, да, там, готовности, да, там, и способности, ну, вот, там, наши решения, там, позволяют реализовать подобные проекты. И, ну, для того, чтобы подобные проекты работали, ну, там, в индустриальной специфике, да, там, в масштабе, у нас для этого есть специальная партнёрская инфраструктура, да, то есть у нас есть интеграционные партнёры, да, с которыми мы сегодня как раз присутствуем на этом мероприятии. У нас есть альянсные партнёры, у нас есть технологические партнёры, и фактически, да, там, вот, в такой связке это уже, ну, практически законченное, да, там, доработанное решение, которое заточено под определённую инфраструктуру, под определённую индустрию, да, там, под определённый масштаб предприятия, да, там, и уже может быть соответствующим образом доработано, там, не знаю, интеграционным нашим партнёром. Ну, вот, я могу только с этой точки зрения прокомментировать вашу вопрос. Ну, то есть, бери и делай. Ну, бери и делай, конечно, это замечательно, да, но сначала нужно понять, для чего вы всё это делаете, нужно ли, ну, действительно, ну, вот мы говорили о, там, проектном подходе, да, там, операционном подходе, о правильной постановке задачи, вы говорили о том, ну, как правильно посчитать вообще, ну, возврат инвестиций от всей этой истории, да, и ошибиться минимальное количество раз, потому что, ну, чем позже вы понимаете, что вы совершили ошибку, тем дороже она вам стоит, безусловно. Ну, всё это, как бы мы опять возвращаемся к вопросу, который мы постоянно обсуждаем, да, там, о культуре предприятия, да, там, о людях, которые в них работают, о их уровне цифровизации, да, там, уровне мышления, способности вообще в принципе, да, там, правильно планировать и выполнять подобные проекты, да. Ну, я не знаю, там, мы с вами постоянно приводим в пример Сбербанк, но я уверена, что Сбербанк при разработке своих проектов и, ну, как бы, для того, чтобы прийти к такому уровню цифровизации, я думаю, ошибся миллионное количество раз, да, там, вложил вообще колоссальное количество бюджетов, да, но они себе могут это позволить, да, там, но если мы говорим о средних и малых предприятиях, ну, наверное, нет, да, и поэтому есть платформенные решения, поэтому есть, там, вендорские проекты, поэтому есть системные интеграторы, да, для того, чтобы предоставить заказчику некие, там, не знаю, альтернативу выбора. Ну, вот так. Я в дополнение хотел бы короткий комментарий, вот, вспоминая цифры из нашего исследования, там, как раз-таки, ну, всем респондентам предлагались на выбор, там, несколько вариантов ответа, да, то есть можно было выбрать не один, а несколько, и вот 70% как раз-таки основным барьером, препятствием выбирали именно данные, да, то есть там их доступность, их, не знаю, там, нормальность, да, их, собственно, там, релевантность. И на втором месте как раз-таки вот 30%, я помню, что это были как раз-таки культура, процессы внутри компании и готовность к изменениям. То есть, в принципе, вот основные вещи, про которые мы сегодня проговорили. Это привлеченность руководства во всю эту историю, так как руководитель является идеологом, да, для, в принципе, реализации подобного рода проектов. Он уже задает цель для существования серикаризации. Да, и что очень интересно, всего 10% как раз-таки приходилось ответов на информационную безопасность, а про технологии, то есть такое, как это, один из основных выводов, да, что, в принципе, все необходимые технологии для уже формирования каких-то там хоть маленьких, хоть больших суммов, они уже присутствуют на рынке, да, их осталось выбрать правильные и правильно, скажем так, там, применить, внедрить. Нечего добавить, конечно. Да, я, наверное, еще добавлю, да, что мешает людям, да, вот принимать вот такие вещи, да, то есть это, наверное, боязнь брать какой-то ответственности, да, чтобы потом не ошибиться, да, это опять к нашему вопросу мы возвращаемся. Вот, то есть мне кажется, это одно из основных, когда ты приходишь с решением, говоришь, давай попробуем, сделаем. Он думает, блин, вот сейчас я в это ввяжусь, а если не получится, да, что будет, меня вообще уволят, там, и все такое. Не, не будем лучше, когда вот не уверен на сто процентов. Вот, поэтому очень часто заказчики приходят, говорят, покажите нам референсы, где это сделано, да, то есть они уже заведомо пытаются снизить свои риски, да, чтобы понять, что это где-то хоть как-то работает, а еще лучше, если мы им расскажем, через сколько они сразу отобьют деньги, да, вложенные. А еще лучше, если не вы, а заказчик, референс, которому вы делаете, поделится своим практическим опытом по внедрению, и что не, ну, даже больше, наверное, ценно, об использовании данной технологии. Да, да. Вот, следующей категории заказчику говорят, хорошо, давайте proof of concept, proof of value, да, то есть, ну, это уже хоть как-то. Вот, но мое понимание, да, то есть, когда это происходит, они уже на шаг назад отступают, да, потому что если инновации, да, то есть, они могут получить конкурентное преимущество инновационное на рынке, у которого нету еще, то есть, нету ни референции, нету ничего. Первый, как правило, все круги адутые собирает. Да, 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 вот поэтому я говорю сейчас, вот очень мало компаний, которые готовы к этому подключаться. Коллеги, мне кажется, уже вот началась дискуссия, поздновато, нам, на самом деле, нужно уже постепенно завершаться. Последний вопрос, который хотел бы обсудить, это, а что в дальнейшем будет с ЦУМами и САЦами? Да, мы понимаем, что сейчас там люди, кто-то уже что-то внедрил, кто-то еще раз думает над внедрением, но куда будет развиваться данное понятие вообще, технологически, может быть, организационно, как-то еще, что вы видите в будущем ЦУМов и САЦов? Слушай, тут коллеги, наверное, сейчас продолжат, расскажут про классные инновационные решения в программной сфере, да, но мы вот, как ты с Натальей случайно сели рядом, но про наши приземленные вещи, про то, что, ну, как подтверждение, наверное, слов про то, что физические центры все-таки имеют место быть и продолжают существовать, технологии по их оснащению тоже не стоят на месте, развиваются. Количество данных растет, как бы то, что выводится вот на эти большие экраны коллективного пользования тоже растет и повышается требование качества этого изображения, то есть, чтобы уже видеть там все без искажения, с точностью, да, там, не знаю, миллиметра и так далее, растут технологии, которые позволяют видеть это все в идеальном, детальном качестве. Второе – это гибкость, наверное. Гибкость в каком плане? Вот там коллеги уже говорили, что когда у нас происходит какое-то событие, да, то есть нам, ну, там, условно, большие экраны нужны для того, чтобы понять, где отклонение. И в случае отклонения мы должны быстро там изменить конфигурацию там этой информации и получить более детальную там информацию уже об этом событии, то есть нам не нужна общая картинка, нам нужна более детальная, частная. И как бы вот эта гибкость должна быть у условных операторов или там участников, которые в этом центре находятся. И третье, наверное, последнее. Понятно, что все считают деньги, как бы есть тренд на какие-то оптимизации решений. То есть центры сами по себе физически растут, увеличиваются. Там вот коллеги приводили в пример классные проекты, как АГХК тот же самый, да, то есть там я даже боюсь представить, какой там будет ситуационный центр на весь этот мегазавод. Вот. Понятно, что уже нужны технологии. Ну, то есть если строить по текущим технологиям или там технологиям двухлетней давности, то это будет очень дорогое там удовольствие и вряд ли когда-то окупится. Понятно, что технологии тоже идут вперед. Те же самые там вот аудио, ну, видео, в первую очередь там передача видеосигнала, если раньше мы передавали там по обычным видеокабелям, то сейчас это уже все переходит также в сеть. И здесь тоже очень важно качество не только глобальной сети, да, там и связанности центров между собой, но и локальной. Причем там это новые требования, которые, ну, собственно, надо тоже очень качественно продумывать и проектировать на этапе вот создания там концепции даже, наверное, ситуационного центра. Коллеги, еще кто-то прокомментирует про будущее ситуационных центров? Да, я хотел бы добавить. Я хотел бы сказать, что будущее будет расти, вернее, это направление будет расти, потому что оптимизация на любом уровне, она дает очень большие эффекты на длительной дистанции. И как бы вот и ключевая роль здесь получить как можно больше, если раньше мы получали только данные в одной функции и оптимизировали только эту функцию всего бизнеса, то теперь мы расширяем наш сумм и анализируем данные с разных частей и оптимизируем огромный-огромный завод детально. Раньше мы никогда не задумывались о том, чтобы оптимизировать ремонтников, которые крутят гайки. Но теперь, оптимизируя вот эту маленькую часть огромного завода, мы повышаем и общую эффективность всей деятельности. Можно, да, добавлю? Первое, нужно понять тренды, о которых мы говорим в России или в общем мировом масштабе. Но мы же в России. Хорошо, в России. Тогда мы в России. Тренд будет, чтобы попробовать там уравняться, да, с теми технологиями, которые сейчас есть, но со своей спецификой российской, скажем так. Вот. Касательно суммов, безусловно, это будет все больше и больше повсеместно внедряться, да, то есть, ну, если говорить про дренды, да, то есть я сейчас вижу, что и в России уже там крупные международные, в том числе, холдинги приходят к нашей дискуссии, то есть что-то как сервис, да, то есть не конечный продукт, а как сервис. Соответственно, когда они предоставляют вот эту, хотят сделать новую бизнес-модель, им нужна достоверная информация для снижения своих издержек, да, и этим как раз являются суммы, да, то есть, или там аналитические какие-то центры. То есть поэтому это будет драйвером перехода, да, к новым моделям бизнеса, и без этого никак не обойдется. Ну, я бы хотел добавить, наверное, безусловно, сказать, там будет какая-то консолидация на рынке, будет какая-то капитализация на рынке, безусловно, количество данных, которые оборабатываются, будет расти. Мне так кажется, что в итоге все равно центр управления, там, производство, центр управления данными, центр управления там анализом, мы в итоге перейдем к тому, что сейчас называют там цифровыми двойниками, управления этими цифровыми двойниками. Это те же самые трёхмерные данные, с которыми мы работаем, которых становится всё больше и больше. Это возможность работы с ними, анализ по ним. И очень важно то, что если данных становится всё больше и больше, надо... Системы, которые будут стоять в этих центрах, они должны будут ещё заниматься предиктивной аналитикой, то есть строить те самые тренды, чтобы помогать принимать решения в условиях всё большего и большего количества информации, к которому поступают, чтобы это были помощники людям для принятия правильных управленческих решений. Вот, наверное, туда общее развитие всё равно идёт в ту сторону. Я бы, наверное, добавил, и, может быть, сформулировал бы этот основной такой тренд, в принципе, который вас включает всё вышесказанное, это всё большую и большую автоматизацию всё больших различных процессов, хоть предиктивных, хоть ретроспективных, хоть каких. Понятное дело, что всё больше и больше автономность, как очень хороший пример, это в том числе по видеоаналитике, что здесь, получается, у нас система становится всё более автономной и может сама принимать решения. Пускай сейчас ещё, наверное, она не обойдётся без помощи человека, она привносит какую-то ценность для человека, для принятия решения. Но, наверное, я бы отметил, что всё больше и больше будет уходить в какие-то автоматизированные, понятные, в том числе для бизнеса, решения, причём эффективные, построенные на больших данных и предыдущих лет уже собранных, но всё больше и больше без участия человека. Я бы, наверное, сказал так. Наверное, всё-таки мы никогда не придём к тому, что человек в принципе не нужен будет во всём этом процессе, но всё больше процессов может будет справляться само без его какого-то непосредственного участия. Я бы, наверное, так. Можно я добавлю? Здесь вот так это прозвучало, у меня вырезануло, да, то есть без участия человека, значит, там нет рабочих мест, по сути, да? То есть я, наверное, думаю, что... А мы же за социальную ответственность. Да, конечно, не без этого. На самом деле вот взять тут же нашу, там где штаб-квартиру в Германии, у Сименса находится, высокоуровневая у нас компания, которая может вообще без человека всё делать, но нет, там есть законодательство, которое регламентирует, сколько людей должно быть там на заводе работать, да? То есть я думаю, что здесь мы этого тоже рано или поздно к этому придём, когда уровень технологий достигнет такого зрелости, да, что человека можно везде исключить. Вот поэтому я думаю, как тренд ещё тоже важной составляющей будет изменение вот этой вот профдеятельности, да, то есть переквалификация специалистов, да, то есть сейчас уже появляется дата аналитики, которых не было там 10 лет назад, даже мы не представляли, что это такое, да, то есть это тоже как определённый тренд трансформации от промышленного общества, от профессионального общества. Да, в принципе, я бы сказал, что количество рабочих мест там и специальностей, оно не уменьшается, оно даже, я бы сказал, очень значительно увеличивается, да, и все мы видим, что там уже просто вот по наиболее вот таким вот актуальным вещам, да, у нас на IT уже сформировался даже такой некий дефицит, да, что всё больше и больше ресурсов надо, и здесь полностью поддерживают тренд, это, наверное, не на сокращение, а на перепрофилизацию такой вот именно деятельности, специализации. Итак, коллеги, мы достаточно много уже обсудили, как я понял, финальная фраза – это как это? Все перепрофилируемся в высококачественных айтишников, да? Спасибо большое за очень интересную дискуссию по этой теме, у нас время подошло к концу, даже, может быть, немножко перетянули. Итак, спасибо большое. По поводу ситуационных центров настоящего и будущего рассуждали Наталья Зенина. Извините, я еще не все фамилии выучил. Дмитрий Шабанов, Станислав Новоселов, Денис Бахаев, Денис Танцоров и Георгий Анисимов. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. У нас в этот момент была небольшая аудитория, мы следили внимательно, надеюсь, и вам тоже было интересно это посмотреть. Все это будет находиться в записи. Если вам заинтересовали какие-то контакты или люди из участвующих в этой дискуссии, мы с радостью поделимся этими контактами и познакомимся. Пишите либо сразу им, либо в комментариях к этому видео. И также сейчас мы не можем вывести на экран, но предварительно пока была эта встреча, мы подвели итоги конкурса. Мы поздравляем Сергея Дроздова, ведущего инженера компании Vampel.com, с победой за репост мероприятий. Сергей, спасибо, что смотрите это событие. Ну и в общем очень рады, что кажется, мы стали какой-то постоянной уже площадкой, раз мы раз в год встречаемся, ну пусть и первый раз раз в год, на тему ситуационных центров. Поэтому если у вас есть какие-то предложения вот ко всей этой коллегии людей, которые лучше всего понимают в этой тематике сейчас на российском рынке, если какие-то есть кейсы, которые вы хотели бы обсудить, пишите нам, мы с радостью встретимся еще разок. Спасибо большое, с вами был Digital Leader. Оставайтесь на связи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ